Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач «Особое мнение», посвященный юридической тематике. С вами в студии Михаил Пахомов, председатель коллегии адвокатов «Особое мнение». Сейчас мы поговорим об актуальном вопросе о проблеме взаимоотношений граждан с банками. От заемщиков, зачастую даже не вышедших на просрочку, довольно часто приходится слышать вопрос, как погасить ипотеку. В этих словах отражается вся гамма переживаний счастливых обладателей жилья по поводу высокого размера платежа, катастрофического недостатка средств, необходимости экономить, страха потерять квартиру, боязнь испортить кредитную историю. Поэтому, если уж возникли финансовые сложности, то необходимо как можно быстрее начинать решать. Главный насущный вопрос, а именно, как преодолеть финансовые трудности, погасить задолженность и наиболее оптимальным способом. Выход на просрочку всегда обусловлен недостатком денежных средств, который может возникнуть как разово, так и неоднократно в течение длительного периода. Конечно, лучшим способом погашения просроченной задолженности является ее недопущение путем долгосрочного планирования доходов и расходов и накопления определенного резервного фонда. Но запланировать все случаи нельзя, и если просроченная задолженность возникла, то необходимо решать вопрос по ее урегулированию. Итак, какие варианты действий есть у заемщика, у которого возникла сложная финансовая ситуация? Полагаю, что необходимо идти одновременно по двум направлениям. Первое направление – это действия по преодолению финансовых трудностей. Необходимо снизить расходы, осуществить поиск нового места работы, либо устроиться в несколько организаций, в том числе в другом населенном пункте, где зарплаты выше. Для чего, например, обратиться в кадровое агентство, либо разместить резюме на популярных сайтах и подписаться на рассылку новых вакансий по выбранным специальностям. Также найти временную подработку без официального трудоустройства, встать на учет службу занятости, что позволит получать выплату пособий по безработице, а также доказать банку, что заемщик действительно попал в сложную ситуацию, но стремится найти выход всеми доступными способами. Также необходимо встать на учет на биржу труда, сдать квартиру на предмет ипотеки, в аренду, а самому временно переселиться в более дешевое жилье или к родственникам. Можно занять у родственников, продать какое-либо имущество, машину, дачу, получить имущественный вычет, получить материнский капитал. Ни один банк не откажется принимать сумму материнского капитала в погашение задолженности. Также можно обратиться в агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов при наличии программ реструктуризации. Обратиться в администрацию района, города, субъекта России. Некоторые действия типа поиска постоянной работы требуется проводить постоянно, но никто не мешает заемщику найти временную работу на меньшую заработную плату и параллельно искать более высокооплачиваемую работу. У просрочника не та ситуация, чтобы отказываться от приемлемых вариантов работы, даже если по уровню они ниже, чем были раньше. При этом распыление усилий на все варианты как раз не приводит к желаемому результату. Следует выбрать приоритетные направления и сосредоточиться на них, а остальным направлениям уделять меньше времени. Что касается формулировки целей заемщика, то среди прочих целей заемщик должен установить планку, ту минимальную сумму, которую он должен зарабатывать в месяц, чтобы хватало на жизнь и на погашение кредита. Эту сумму можно написать на бумажке и повесить на стене, чтобы каждый день видеть свою цель и стремиться ее достигнуть. Составлять план улучшения своего благосостояния желательно до возникновения просроченной задолженности. В большинстве случаев заемщик может прогнозировать дату наступления финансовых трудностей. При сокращении на работе работодатель уведомляет об этом заранее. При ожидании ребенка расходы очевидно вырастут. Если же заемщик изначально планирует расходы на погашение кредита, то при оплате предпоследнего платежа из собственного резерва он уже может предполагать, что еще один платеж он внесет, а через два месяца выйдет на просрочку. В этом случае горизонт возможностей у заемщика гораздо шире. К нему еще не приклеен ярлык должник, его кредитная история не испорчена, возможно и место работы еще не потеряно. А с запасом даже в один месяц до просрочки многое можно успеть. Заранее начать искать работу, заранее провести переговоры с банком, причем не с тем подразделением, которое взыскивает долги, а с тем, которое выдает кредиты, а это как правило более клиентоориентированные сотрудники. Заранее получить потребительский кредит на любые цели, но направлять его только на погашение этого же потребительского или ипотечного кредита. Второе направление – это урегулирование задолженности с банком. Здесь необходимо выяснить структуру просроченной задолженности, уяснить для себя сроки и порядок работы банка с заемщиком, рассмотреть программы реструктуризации задолженности, существующие в банке, обратиться в банк с заявлением о реструктуризации, получить согласие на продажу предмета ипотеки и за счет вырученных средств погасить долг. В любом случае необходимо обращаться в банк и совместно решать проблему. В противном случае, через несколько месяцев банк обратится в суд с требованием взыскать с заемщика всю сумму кредита, а не только просроченные платежи, и ситуация усугубится. Поведение заемщика в отношениях с банком очень важно, так как контактность, неуклонение от погашения, внесение платежа даже в меньшем размере всегда квалифицируется как положительный фактор, который затем может быть плюсом при рассмотрении вопроса реструктуризации. В целом же рекомендую заемщику сделать следующее. Не уклоняться от общения с представителями банка, то есть отвечать на телефонные вызовы, приезжать на переговоры. Не уклоняться от погашения задолженности, объективно описывать банку ситуацию, но не обещать оплату, если это обещание заемщик не может выполнить. В противном случае, после нескольких нарушений обещаний, банк может ошибочно квалифицировать заемщика как недобросовестного, что создат сложности при реструктуризации задолженности. Если заемщик поменял адрес или телефон, необходимо самостоятельно позвонить в банк и уведомить о новых контактных данных, а лучше через канцелярию направить соответствующее письмо. Вносить ежемесячно хотя бы 50% от величины платежа, а если есть возможность, то и больше. Обратите внимание, указанные советы не являются однозначными, а однозначным основанием, чтобы банк пошел на уступки. Между заемщиком и банком заключен кредитный договор, где описаны сроки и размер оплаты. Ухудшение материального положения никогда не трактовалось судами как основание для изменения кредитного договора в более мягкую для заемщика сторону. Поэтому даже если заемщик всегда делает правильно, банк не обязан изменять кредитный договор. Решение банка зависит от политики самого банка, от его стратегии работы с заемщиками. Если все-таки вы допустили просроченную задолженность и банки истребуют с вас долг, подключая при этом коллекторские агентства, нам необходимо с вами проговорить, как взаимодействовать с коллекторскими и антиколлекторскими агентствами. Коллекторское агентство – это юридическое лицо, основной деятельностью которого является взыскание задолженности. Банку зачастую выгоднее и дешевле продать долг в работу коллекторского агентства, чем создавать внутреннее подразделение. Поэтому главной тенденцией работы с потребительскими кредитами последних лет стало плотное сотрудничество банков с коллекторскими агентствами. С ипотечными кредитами дело обстоит по-другому, и многие банки их не передают сторонним организациям. Общий долг и ежемесячные платежи по ипотечному кредиту гораздо больше, чем по потребительским кредитам. И поэтому взыскание требует индивидуального, а не конвейерного подхода. Если уж у заемщика возникла проблема с погашением, то простым звонком и силой убеждения эту проблему не решить, как бы не хотели этого заемщик и коллектор. Поэтому банки предпочитают взаимодействовать с заемщиком самостоятельно, хотя коллекторские агентства активно разрабатывают программы работы по ипотечным долгам и в будущем, возможно, будут активнее участвовать в этом процессе. Если вам все-таки позвонили из коллекторского агентства, то значит банк передал ваш долг коллектору. Существует две схемы передачи. По агентскому договору, это когда коллектор в этой схеме является лишь представителем банка, который остается кредитором, либо по договору купли-продажи закладной. В этом случае коллектор покупает долг и становится полноправным кредитором. Взаимодействовать с коллекторским агентством следует так же, как и с банком. Не отказываться платить, не уклоняться от звонков и встреч, просить реструктуризацию. Однако возможности коллекторских агентств по реструктуризации невелики, если они сопровождают долг по агентской схеме. Не каждый банк даст коллекторам право изменять кредитный договор, продавать предмет ипотеки. Тем более срок работы коллекторов ограничен и составляет в среднем три месяца, за которые не всегда можно провести реструктуризацию. Поэтому с предложениями о внесудебном урегулировании целесообразно обращаться напрямую в банк. Если коллектор допускает угрозы, оскорбления, невежливо общается, заемщик вправе обратиться в банк или коллекторское агентство с просьбой разобраться в этой ситуации. Разговоры коллекторов с заемщиками, как правило, записываются, и виновных легко найти и применить к ним меры. Также действенным методом является обращение в органы прокуратуры. Заемщик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, и тогда банк не сможет передать долг коллекторскому агентству по агентской схеме. Но в этой ситуации у банка, не имеющего собственного штата, досудебного взыскания, а тенденция к сокращению таких подразделений имеется, останется лишь вариант подачи иска в суд. Нужно ли это заемщику? Поэтому в каждой ситуации рекомендуется находить компромисс и применять крайние меры, такие как отзыв, согласие или обращение в суд, Роспотребнадзор либо правоохранительные органы. Только после получения ответа на письменную претензию в банк и коллекторское агентство. Увы, закона, посвященного взысканию задолженности, пока нет, и поэтому нет буквального запрета на звонки в выходные дни, на чистоту звонков и писем, нет даже легального определения коллекторской деятельности. Поэтому есть неопределенность в понимании границ процедуры взыскания, в частности, что можно делать, а что является незаконным. С одной стороны, правы заемщики, выражающие обоснованное недовольство чрезмерным вмешательством в их частную жизнь. А с другой стороны, правые банки, которые обязаны взыскивать задолженность при нарушении заемщиков своих обязательств. В связи с этим следует уделить внимание и антиколлекторам, которые предлагают заемщикам услуги по противодействию незаконным мерам коллекторских агентств и банков по отмене незаконных комиссий и незаконных условий кредитных договоров. К таким организациям можно отнести и юридические консультации, и общество по защите прав потребителей. Российскому рынку банковских услуг необходимы организации, защищающие права заемщиков в рамках действующего законодательства. Профессиональные юристы и адвокаты переводят претензии заемщиков в правовое поле, делают обоснования юридически грамотными, отсекают бесперспективное обращение, создают судебные прецеденты, что дисциплинирует банки, коллекторов и улучшает качество банковских услуг и делает взыскание более цивилизованным. Благодаря таким действиям отменены банковские комиссии, оплата пеней установлена в последнюю очередь. Стоит с осторожностью относиться лишь к тем антиколлекторам, которые учат не погашать долг вообще, обещают прощение за должность или что-то подобное, относящиеся к сфере скорее фантастики, чем профессионального юридического подхода. Если кредит заемщик брал, то обязан его вернуть. Таковы законы всех стран еще со времен римского права. Да, правовая система России действительно несовершенна и позволяет затягивать судебное и исполнительное производство, но в конечном счете, благодаря подобным злоупотреблениям, ипотечный заемщик лишается всех возможностей для реструктуризации кредита, лишается квартиры, испытывает на себе все неблагоприятные последствия, которые закон предоставляет кредиторам. Платить кому-либо за такие последствия, по нашему мнению, нецелесообразно. Уж лучше заплатить банку в счет оплаты просроченной задолженности. Сегодня мы с вами затронули лишь часть проблем, которые возникают с банками и коллекторскими агентствами. Если у вас возникли вопросы по данной тематике, вы сможете получить правовую консультацию в коллегии адвокатов «Особое мнение». Обращайтесь по указанному телефону. Также ждем от вас писем и тем, которые бы вы хотели раскрыть в нашей передаче. С вами в студии был адвокат Михаил Пахомов. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!